Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Добрый вечер. Новая модель специального снегоуборочного поезда создана на Энгельском заводе транспортного машиностроения. Это единственное в строя предприятия, которое изготавливает подобную технику. Предназначена она для расчистки железнодорожных путей от снежных заносов. Поезд более производительный, более экономичный. Он состоит из четырех вагонов. Транспортная скорость до 100 км в час. Управление поезда автоматизировано. В этом году будет изготовлено более 60 таких поездов. На предприятии строятся новые цеха. Сводом их выпуск машин возрастет почти на треть. В Литве создан новый центр по финансовому кредитованию, который поможет расширить жилищное строительство в республике. В Литве строят немало. Примерно 30 тысяч новых квартир ежегодно передают новоселам строителей. Однако длинные очереди на улучшение жилищных условий вот уже несколько лет подряд почти не уменьшаются. Одна из причин в том, что у предприятий и учреждений не хватает или негде было взять средства на жилищное строительство. Положение стало меняться в лучшую сторону с основанием в Вильнюсе кредитного центра. Первым кредит получил коллективы института проектирования колхозного строительства. Весь капитал центра, в отличие от государственных банков, составляют вклады пайщиков. Их число приближается к 50. Это в основном крупнейшие предприятия и организации республики. Совет центра, который является полноправным его хозяином, сам решает политику кредитирования, определяет размер процентов, будет распределять прибыль между пайщиками. Действует кредитный центр при жильц-соцбанке Литовской ССР. Центр организован с такой целью, чтобы быстрее решали социальные вопросы нашего населения. Это развитие местной стройиндустрии, развитие конкретно производства строительных материалов. В ближайших планах центра заключение договоров о предоставлении кредита на строительство ста жилых домов. Не удивляйтесь, если я скажу, что вот такие наборы мебели, стенки, спальные гарнитуры, инкрустированные столики, можно достать со дна реки. И в данном случае вовсе не потому, что речь идет о дефиците. Эти кинокадры мы снимали минувшим летом в районе Саратовского деревообрабатывающего объединения «Волга». И привело нас сюда вовсе не праздное любопытство, а желание выяснить, почему в области стал хроническим дефицит столярных изделий. По мнению директора объединения... Вот и потому, что на протяжении ряда лет не могли решить вопрос с обеспечением сырья в нужном количестве и достаточного ассортимента. Так ли это? И до грунта, до грунта я даже не смог дойти. Лежит полностью лес. Мало что изменилось и сегодня. Из-за несовершенной технологии переработки леса, бесхозяйственности, плохой организации труда, пропадает огромное количество строевой древесины. И как закономерный итог... Сколько вы без зарплаты уже? Уже вот второй месяц, как без зарплаты. Да мы банкроты. Банк отказался финансировать нерентабельные предприятия, у которого лишь за прошлый год было более 4 миллионов рублей долга. От полного финансового краха фирму «Волга» теперь уже бывшую спасло объединение «Саратов мебель». Вернув долги, оно включило ее в свой состав. Принять такое решение заставил хозяйственный расчет, на котором больше года проработали мебельщики. За это время производительность труда возросла на треть. А на новых площадях будет произведена реконструкция, установлено высокопроизводительное оборудование, отлажена прогрессивная технология, без которой невозможно выпускать современную мебель. Кстати, эти новинки уже освоены и поступают в продажу. Спальный гарнитур «Прибалтика», кухня-трапеза, гостиная, мягкая мебель. Но, к сожалению, пока всего этого явно недостаточно в широкой продаже. Перешли сегодня на арендный подряд. Что он нам дает? Увеличение производства мебели, но и экономия материала. Кстати, из отходов, что выбрасывались прежде, освоен выпуск вот таких паркетных плит. Десятки, сотни, а то и тысячи километров леса, который сейчас находится на дне Волги. Что будет с ними? Сегодня создаются бригады, кооперативы для того, чтобы... Это наш, в общем-то, резерв для того, чтобы поднять этот лес и использовать в производстве мебели. Сегодня во многих городах страны прошли митинги и собрания общественности в защиту природы Нижней Волги. Добрый вечер, товарищи. Как вы уже знаете, госэкспертиза признала проект канала Волга-Чограй нецелесообразным. Работы прекратить. Но 50 миллионов рублей уже ушли не на жилье, здоровье, культуру, образование, а на перелопачивание грунта. Вот выводы госэкспертизы. Канал строился по проекту, который научно необоснован. Строился по проекту, который вел к экологической катастрофе Каспия. Строился по проекту, который резко усиливал напряженную экологическую обстановку на Нижней Волге. Пять лет известные ученые и общественность страны доказывала антинаучность проекта канала Волга-Чограй. А Минводхоз и Госагропром СССР спокойно раскручивали строительство. Сегодня проект канала Волга-Чограй забракован. Но знаете, радости нет. Ведь проект отвергнут не окончательно. Его вернули на доработку. И кому, как вы думаете? Все тому же Минводхозу. Поэтому и вышли сегодня люди на улицы, собрались на митинги. Президиум Академии наук настали на немедленном прекращении финансирования работ по строительству этого канала. И это решение было посудно в наши директивные органы. Судите сами, что получится, если вступит в строй Волга-Дон-2, Волга-Чограй и многие другие каналы, не названные здесь, которые роются сейчас в низових Волги. Это означает, что вскоре Волга в нижнем течении превратится в пересохший ручеек. И тогда правительству ничего не останется сказать, как то, как делал это Никита Сергеевич в свое время. Ну что ж, бывает и на старуху проруха, просчитались маленько. И теперь переброс северных вод станет необходимостью, потому что Волгу надо спасать. Прекратить финансирование всех этих строительств до той поры, пока они не будут обсуждены общественностью и наукой. Но наукой не ведомственной, наукой академической. Это мнение общественности. А вот мнение главного инженера Ставрополь, вот мелиорация товарища Мерзоева. Оно опубликовано в Комсомольской правде. Решения государственной экспертизы не имеют для нас силы закона. Запрещать или разрешать это прерогатива агропрома СССР, санкции которого и ведется строительство канала. Поэтому работы на трассе будут продолжены. Ни людей, ни технику мы пока оттуда выводить не собираемся. Так кто же прав? Минводхоз и госагропром? Или крупные ученые, писатели, общественность? Думаем, что окончательную точку поставит Совет Министров СССР. Ведь речь идет о великой русской реке Волге. В стране продолжаются окружные предвыборные собрания. Остро проходило предвыборное собрание 439-го Ильичевского территориального округа. Избирателей привлекла программа реальных дел в ходе перестройки, представленная кандидатом в депутаты от Азов-Стали Александром Алексеевичем Буляндой. С должности первого секретаря горкома партии он ушел работать на завод, когда там дела шли особенно плохо. А сейчас на Азов-Стали десятки миллионов рублей только сверхплановой прибыли. Первый в городе универсам, отремонтированные дороги и новая трамвайная линия, еще одна автоматическая телефонная станция. Все это наказы избирателей, выполненные Александром Алексеевичем Буляндой в качестве депутата Верховного Совета Республики. Но сегодня избирателей волнует большее. Как же наконец решить все те жизненно важные проблемы, которые накопились за десятилетия в крупном промышленном городе? И вот здесь, пожалуй, другого пути мы не видим. Только региональный хозрасчет. Региональный хозрасчет поставит нас в определенное взаимоотношение с городским советом. Мы должны платить за то, что берем землю, за то, что берем воду. Мы должны платить за то, что мы эксплуатируем дороги. Мы за все должны платить исполкому. То есть исполком должен стать подлинным хозяевом то, к чему мы сейчас стремимся, то, о чем мы говорим и то, что мы пытаемся решить. Продолжение следует... Это вывод советских войск из Афганистана. Наши специальные корреспонденты передают. У приграничного Термесского моста каждый день сотни людей. Это матери, отцы, жены, братья, седобороды и аксакалы. Я знаю, съехались они сюда со всех концов страны. Много дней ждут на этом берегу, в надежде хоть мельком увидеть родное лицо. Волнуются, плачут, ждутся на весь войны. Они счастливы, нескончаемым потоком, на большой скорости идут с того берега и уходят вглубь страны. Днем и ночью пересекают колонны советскую границу. Все подчинено точному расчету времени. А первый привал на родной земле гвардейцев-десантников нам удалось снять на железнодорожной станции Учкызыл, где грузится боевая техника на эшелоны. Когда пересекали границу, переходили через мост, значит, вы, наверное, снимали, не заметили. У всех офицеров и солдат на глазах были слезы. Мы, конечно, привыкли там невзгодам, разлукам, но, тем не менее, слезы были у всех. И особенно хочу сказать слова благодарности тем солдатам, которые были задержаны в Афганистане и прослужили почти два с половиной года. Они служат до конца. Они до сих пор здесь уже, имея документы, практически уже гражданские люди, продолжают работать на технике, вот здесь на разгрузке, видите. И когда вот этих ребят пытались отправить самолетами, они обижались, обижались очень. Они просили, командир, забери нас с собой, мы дойдем до конца, заслужим, и уже на советской земле расстанемся. А что все-таки больше всего запомнилось? Тоска по родине, это единственное, конечно, что всех там связывало нас. И даже сюда вот домой возвращаешься, какое-то щемящее чувство на сердце. И все здесь по-другому, и все здесь свое. Песок, и тот другой. Воздух другой, и небо другое, люди свои здесь. Все по-другому, хотя бы, как говорится, разделения пространства нет. Все родное, все свое. А на железнодорожных станциях приграничного Термеза каждый час грузится на эшелоны боевая техника. Колеса и гусеницы отработали свое на огненных дорогах войны. Здравствуйте. Положение в Афганистане и вокруг него остается главной темой сегодняшних сообщений практически всех информационных агентств мира. Считанные дни остаются до окончательного вывода советских войск из этой страны. Его этот вывод на Западе склонны расценивать как один из основных факторов стабилизации положения в Афганистане. Но, например, прошла неделя, как советские войны покинули Кабул. Однако положение в афганской столице остается довольно сложным. Слово нашему кабульскому корреспонденту. На улицах и площадях у входа в предприятия, особенно государственное, часто можно встретить вот такие военизированные группы, состоящие из членов НДПА и Демократической Организации Молодежи Афганистана. И все же, несмотря на довольно стабильное в военном отношении положение, в жизни горожан по-прежнему ощущаются серьезные трудности. Вот уже несколько дней в городе совершенно нет бензина, топлива для обогрева жилья, не хватает и продуктов питания. Такое положение вызвано тем, что в последнее время в окрестностях Кабула, прежде всего в районах Мирбачакут, Шакардара, Чарикар и Баграм, вооруженные отряды оппозиции нападают на караваны, доставляющие в столицу товары первой необходимости. Несомненно, подобная экономическая блокада вызывает у жителей города чувство страха и неуверенности в завтрашнем дне. К тому же, вот уже в который раз непримиримая оппозиция заявляет о захвате столицы в ближайшее время. А каково мнение по этому поводу у командования афганской армии? Десять лет оппозиция пытается захватить Кабул. Не раз объявлялись и конкретные даты захвата. Со всей ответственностью должен заявить, что закаленная в боях и вооруженная современным оружием афганская армия не допустит осуществления этих планов экстремистов. Если же они попробуют совершить нападение, то получат еще более сокрушительный удар, чем в Кундузе и Кандагаре. Это мнение афганского командования. Предсказать же, как развернуться здесь события в ближайшее время, сейчас непросто. О других событиях за рубежом. Мы часто говорим, что туризм сближает народы. Это действительно так. Но реже упоминаем о том, что туризм, как внутренний, так и международный, это бизнес, причем бизнес весьма прибыльный. Пример Испании в этом смысле весьма поучителен. Репортаж нашего корреспондента из Мадрида, где состоялась международная ярмарка туризма «Фитур-89». 125 стран-участниц, фестиваль туристских фильмов, выступления фольклорных групп, красочные брошюры и плакаты с видами и описанием, наверное, всех достопримечательных мест нашей планеты. «Фитур» напоминает яркий праздник. Однако тысячи специалистов разных стран по организации туризма приехали сюда работать, искать и заключать новые контракты. Более 17 миллиардов долларов получила страна от международного туризма в прошлом году. Эти кадры мы сняли в небольшом каталонском городке Льорет-дель-Мар, на берегу Средиземного моря. Мэр города Жорди Мартинес говорит, что в городе 44 тысячи гостиничных мест. А во всем Советском Союзе их сейчас 55 тысяч. Разрыв в опыте, конечно, огромный. Ведь Испания уже не одно десятилетие активно работает по развитию туристского бизнеса. И не случайно, что на ярмарке она была представлена всеми 17 автономными областями. Очень хотелось бы видеть на «Фитуре» и все советские республики. Ведь по своим географическим, культурным, историческим достопримечательностям более богатую и разнообразную страну, чем наша, найти просто невозможно. Но будем справедливы. ВССР сейчас делается больше, чем когда-либо для развития иностранного туризма. Участие в «Фитуре» представительной делегации Госкоментуриста тоже свидетельство нового подхода к этой проблеме. Мы подписали соглашение примерно с 10 испанскими фирмами о поездках испанцев в Советский Союз. Есть у нас и контакты с испанскими фирмами по более таким, что ли, углубленным вопросам сотрудничества, такие как создание совместных предприятий, чтобы использовать тот громадный опыт, который накопили испанцы в деле приема туристов в своей стране. Несколько любопытных сообщений, которые прислали нам наши зарубежные коллеги. В американском городе Чикаго открылся ежегодный автосалон. В нем принимают участие крупнейшие автомобилестроительные фирмы Соединенных Штатов Америки. Салон, пользующийся большой популярностью, проводится уже, обратите внимание, в 81-й раз. На нем представлены модели этого года, а также перспективные образцы. Кошка по имени Киттикетт, по-видимому, самая богатая из всех мурок на нашей планете. Человек, с портретом которого она обращается так небрежно, оставил ей крупное состояние. Этот миллионер из штата Орегон решил, что 100 тысяч долларов – минимальная сумма, которая позволит его любимице Китти до конца дней своих прожить в сытости и неге. Чего только не бывает на свете, и каких только состязаний не проводится в нашем мире. Только в знаменитой книге рекордов Гиннеса зарегистрировано 15 тысяч высших достижений в различного рода конкурсах и соревнованиях. Своеобразные состязания проводятся в Сингапуре. Какие об этом вы узнаете из репортажа Виктора Конного. Международные соревнования воздушных змеев стали традиционными в Сингапуре. В нынешних, восьмых по счету, состязаниях принимают участие представители 11 стран. Поднять змея в воздух – не такая простая задача, если учесть, что он порой представляет собой весьма сложную конструкцию и весит несколько десятков килограммов. Создателям самого большого на нынешних соревнованиях змея это удалось не сразу. Зато сороконожка, несмотря на свои внушительные размеры, легко держалась в воздухе и удивительно похоже перебирала ногами. Разумеется, не обошлось и без змеи в год, который по восточному календарю проходит под ее знаком. Восточных мотивов на фестивале было немало. И это понятно, поскольку кроме сингапурцев в состязаниях приняли участие представители Малайзии, Тайваня, Японии, Гавайских островов. Один из призов достался пожилому японцу, который реагировал на сообщения о награде весьма эмоционально. Один из участников попытался побить рекорд, установленный на аналогичных соревнованиях в прошлом году, и изготовить самого длинного змея в мире. Однако ему, судя по всему, не хватило терпения. И в книге рекордов Гиннеса по-прежнему фигурирует воздушный змей длиной 224 метра, над изготовлением которого его автор, сингапурец Ло Чинги, трудился целый год. Призов на соревнованиях было немало. Их получили авторы самого живописного, самого оригинального, самого забавного змеев. Но радости и веселья здесь хватило всем, независимо от возраста и национальной принадлежности. Сегодня Советский фонд культуры и Советский фонд мира открывает новый цикл благотворительных вечеров «Русские сезоны», развивающие традиции известного театрального деятеля начала века Дягилева. Репортаж из концертного зала имени Щейковского ведет Наталья Чернова. Думаю, что именно в эти минуты на сцене как раз и предстает в красках, огнях и костюмах литературно-музыкально-хореографическая композиция, так бы я это назвала, «Сказка о попе и работнике его балде», фрагмент которой мы снимали на последней репетиции. Весь вечер посвящен Пушкину. В его программе комическая опера Стравинского «Мавра», премьера кантаты композитора Десятникова, стихи поэта. А вот сказку о попе отставит Владимир Васильев. Читает ее Олег Борисов. Симфоническим оркестром из Ульяновска дирижирует Николай Алексеев. Игаря Собордыков, Дмитрий Дмитриевич Шостакович, на чью музыку к несохранившемуся мультфильму ставится это представление, писал, «Быть может, я вновь услышу упреки со стороны некоторых критиков, легковесность, озарствие, отсутствие настоящих человеческих эмоций, но что считать человеческой эмоцией? Неужели только печаль, только трагедию, разве смех не имеет права на этот благородный титул? Конечно, имеет. И когда в конце все смешалось, и уже было непонятно, кто танцует, кто дирижирует, понятно было одно. Все, что происходит на сцене, очень серьезно, хотя и очень весело. Одним словом, как сказал Владимир Васильев, Это единение сердец, которые хотят принести людям добро. Вот наша задача. Все. Вы, по-моему, сегодня впервые танцуете рядом с Васильевым. Олег Иванович, как вам рядом с Васильевым? Мне прекрасно, только надо еще поработать для того, чтобы хоть малую толику соответствовать, потому что они это так лихо делают. В чем вы видите конкретное возрождение дягилевской традиции? Ведь, в общем-то, дягилев, выражаясь современным языком, был пропагандистом русского искусства за рубежом. Странная такая действительно ситуация. Казалось бы, ну почему действительно русские сезоны в России, у нас в Москве? А Ант, есть здесь зерно большое. Понимаете? Мы очень часто видим самый различный репертуар иностранный, а свой русский у нас постепенно почему-то уходит. Я считаю, что это замечательное совершенно дело. То, что мы начинаем в каждом из этих, в этом цикле русских сезонов, мне кажется, должно быть открытие. Неизвестно, какое оно будет в результате. Понимаете, удачно это не надо. Но нужно искать, нужно все время давать какие-то произведения ранее неигранные. Проба, так сказать, проба сил. И если это происходит здесь, это не значит, что это ограничится только залом Чайковского. Нужны не только постоянно функционирующие трупы, а специально собранные на каждое представление. В итоге собрались артисты и знаменитые, и начинающие из Москвы, Ленинграда, Ульяновска, чтобы заново открыть серию русских сезонов. Вероятно, каждому, кто маломальски интересуется спортом, знаком победный клич Сергея Бубки. Вполне возможно, он вновь звучал сегодня под сводами спортивного зала в Осаке, где блистательный Бубка вернул себе мировой рекорд для залов, прыгнув на 6 метров 3 сантиметра. Он на сантиметр превзошел продержавшееся всего неделю достижения Родиона Гатаулина. Своим соперничеством два прекрасных наших спортсмена не дают и нам возможности оставаться безучастными к их дуэли. И не исключено, что в самом ближайшем будущем нас ждут новые достижения. Николай Гуляев оставался собранным и озабоченным после победы на дистанции 500 метров в Осло, где разыгрываются награды в классическом конькобежном многоборье. Было очевидно, что главная борьба впереди и уже следующее испытание принесло ему разочарование. Лучший результат на дистанции 5000 метров показал голландец Лео Фиссер. Он и лидирует, а наш Гуляев выступил неудачно и перед заключительными стартами второго дня лишь на восьмом месте. Снитков на девятом, Гараев на тринадцатом. Вполне возможно, уже не было сил у Франка Лука из ГДР, принимавшего поздравления после своей первой победы в чемпионате мира. Ибо в гонке на 10 километров норвежский биатлонист Эрик Валфус показал высокий результат, ставший ориентиром для всех других. И тщетно пытались его превзойти биатлонисты. Ближе всех к цели был наш Юрий Кашкаров, но ему это не удалось. И нетерпеливые репортеры уже брали интервью у Квалфуса, когда на дистанции еще продолжал борьбу с его результатом 20-летний лук. Стреляя стремительно и безошибочно, он сумел выиграть у норвежца 5,4 секунды и впервые стал чемпионом. Юрий Кашкаров получил бронзовую медаль. Когда завершала гонку на 7,5 километров Наталья Приказчикова, она уже понимала, что сделала все, что было в ее силах. Но 12,5 секунд не сумела дотянуть до чемпионского титула, который завоевала норвежская Анн Эльвибак. У нашей спортсменки бронзовая медаль. То, что случилось на санной трассе чемпионата мира, бывает нечасто. А с мастерами экстракласса, когда гонщики развивают скорость свыше 100 км в час, в случае этот изряда вон выходящий. Экипаж двойки Сверга перевернулся на вираже. Его рулевой Георг Хаккель – лидер чемпионата на одиночных санях. Но сумеет ли он выйти на старт, пока этот вопрос остается открытым. Сегодня очередные матчи чемпионата страны по хоккее. Игроки Химика имели основание благодарить после игры с ЦСКА своего вратаря Сергея Киряхина. Его дебют в высшей лиге прошел прекрасно. Он выдержал испытания в матче с нашей сильнейшей командой, выступавшей в лучшем составе. А это позволило его товарищам по команде, имея надежный тыл, четко действовать на контратаках. И уже в первом периоде после броска Цитова Химик был впереди 1-0. Он увеличил свое преимущество во второй 20-ти минутке, когда шайбу забросил Бердичевский. Но уже в третьем периоде, после броска Дмитрия Квартана Якова, стало ясно, что хоккеисты Химика одержат в нынешнем сезоне третью победу на ЦСКА. Так и случилось. Итоговый счет 3-1. Но вот другие результаты. Трактор выиграл у Спартака 4-1. Ничью 4-4 сыграли автомобилист и армейцы Ленинграда. Динамовцы Риги в Москве победили своих столичных одноклубников 2-0. Обильные снегопады этой зимы резко повысили опасность возникновения снежных лавин в горах американского штата Колорадо. Они представляют большую опасность для многочисленных лыжников, отдыхающих здесь на зимних курортах. Специальная патрульная служба каждый день проверяет лавиноопасные склоны, вызывая в случае надобности обвалы с помощью взрывов. И только после этого в горы выходят спортсмены. А теперь прогноз погоды 16-летней давности. Гидрометцентр СССР сообщил нам завтра, 12 февраля, днём. В Мурманской области 1,6 градусов мороза, снег, метель, порывистый ветер. В центральном районе Европейской части России минус 3, плюс 2. В Армении 1,6 градусов мороза, в Раратской долине минус 1, плюс 4. На Украине 1,6 градусов тепла, такая же температура в Молдавии. В Белоруссии плюс 2,7. В Латвии от 1, до 7 градусов тепла, порывистый ветер, такая же погода в Эстонии и Литве. В Приморском крае завтра днём 2,7 градусов мороза. В Ленинграде 0, плюс 2, без существенных осадков. В Москве ночью без осадков минус 4,6, днём нулевая температура. Слабые осадки, гололёд, на дорогах гололедица, ветер западный. Слабые осадки, гололёд, на дорогах гололёд, на дорогах гололёд.